Всем приветики! Спасибо, что заглянули на мой канал. И в этом видео будет обзор пустых баночек, которые я использовала за декабрь 2020 год и январь 2021. Собрала неполный вот такой пакетик. Сейчас буду доставать баночки, пакетики, рассказывать про них. То, что мне понравилось, что я еще буду покупать, а что, возможно, не буду. И давайте посмотрим, что же я использовала, если вам интересны такие видео. Красочка от Reflame пользовалась ей несколько раз. Часто раньше она у меня была в запасах. То я ей пользовалась, то ходила в салоны. И вот в этот раз почему-то запасы иссякли, я перестала их заказывать на запас. И очень пожалела, пока в каталогах ее нет. Слышала, что ее перевыпускают. Возможно, нафотографировали других девушек. Будет новый формат этой красочки. Поэтому, как появится в каталоге, еще приобрету. Всем советую. Она очень щадящая. Волосы после нее такие мягкие. Как будто они даже и не подвергались никогда краскам, никакому химическому воздействию. Очень классные живые волосы после нее. Поэтому рекомендую, как только увидите в каталогах, обязательно попробуйте. У мужа закончился вот такой гель для душа из серии Discover от Reflame. Такой свежемужской аромат цитрусовый. Не первый раз тоже берем. И вообще любим эту линеечку геля для душа. Возможно, вы тоже пробовали. Но не вы, а ваши мужчины. Ну, может быть, и мужчина тоже смотрит мой канал. Закончились три мыла. Но никакое я бы не рекомендовала. То есть, покупать снова не буду. Потому что вот это мыло с красивой оберточкой. Подарила у меня подруга на 8 марта. Так как знает, что я люблю всякие такие штучки. И мыло, и гели. Но обертка не отражает содержание внутри. Оно такое ощущение, как будто хозяйственное. Или вот какое-то старинное мыло. Даже ничем не пахнет. И трескается. И неприятное. Его либо выбросить, либо им носки стирать. Вот это мыло, оно было в виде вот этого лягушонка из мультфильма. Пахло оно изначально яблоком. Но потом уже почему-то аромат выветрился. Может быть, из-за того, что у меня мыло было открытое. Напишите, пожалуйста, в комментариях. У вас вот если кусочки долго открыты, выветривается аромат или остается. Но также мы не будем больше покупать такое мыло. В принципе, у меня еще в коллекции много нужно тратить. Ну и если бы была возможность, я больше не стала его покупать. И вот такое мыло. Самое дешевое из Reflame. Даже оно было по 39 рублей. Оно небольшое. 65 грамм. Гель у меня такой также есть в запасах. Еще не пробовала. Но сейчас говорим о мыле. Оно очень удобно в руке. Оно не раскисает. Это такое прям плотное, твердое. Аромат слегка-слегка. Поэтому тоже покупать не буду. Я люблю прям, чтобы очень вкусно пахло и аромат на руках оставался. Поэтому больше я предпочитаю мыло из серии Discover, а также из серии Love Nature. Масочки для лица в Саше. Как бы считаются одноразовыми. Но обычно я их использую на 2, а то и даже на 3 раза мне иногда хватает. Вот эта маска Pure Skin очень мне понравилась. Я даже заказала на запас. Прям классная. Она вообще дает такой эффект прикольный. Первая маска у нас разогревающая. Вторая охлаждающая. И вот реально после нее я заметила, что кожа стала чище, лучше. Поэтому рекомендую попробуйте. Я думаю, она тоже вам очень понравится. Эти маски у нас уже от Faberlic. Очень понравилась вот эта маска с манго. Приятный аромат. Она такая тоже приятная текстура, увлажняющая. А вот эта маска не понравилась, так как у нее очень химозный аромат. Клюква-земляника. И она на лице была как будто варенье какое-то. Очень липкое, неприятное. Или какой-то сироп намазали мне на лицо. Ну, не очень. Именно из-за запаха и по своим свойствам мне понравилась вот эта маска. Я бы еще штучек 5 купила. А такую брать больше не буду. Эта маска тканевая. У меня уже была раза 2 или 3. Именно вот из этой серии. И там очень много жидкости. Вот этой эссенции, сыворотки, как ее лучше назвать. Я всегда ее оставляю. И потом, после тоника, лицо прям промакиваю ей, наношу. Либо делаю маску-таблеточку. Туда помещаю. Там она ночь полежит, пропитается. И на утро я наношу эту маску. Поэтому она у меня на несколько раз. Старую маску туда класть ни в коем случае нельзя. Потому что будут микробы размножаться. Старую нужно выбрасывать. Из давнишней серии. Куречная маска гелевая. Я ее много раз использовала. Очень она мне нравится. Но ее больше не выпускают. Маска для волос с ароматом банана. Очень классный аромат. Волосы тоже долго пахнут этим ароматом. Что мне нравится. Как сырые, так и высохнут пахнут. И мягенькие становятся шелковистые. Поэтому тоже рекомендую. За один аромат только можно отдать ей свой голос, свое сердце. Прям вот ароматерапия. Когда вы пользуетесь этой маской. Прям одно наслаждение. Пробнички на Вэйдж. Здесь были и крема дневные и ночные. И сыворотка. И вокруг глаз. Очень мне понравилась вот эта линейка. Также вы можете себе приобретать пробнички. Чтобы уже знать нравится вам, подходит или нет. Чтобы приобретать уже наборами. Либо же по отдельности. Потому что серия это не дешевая. Но она очень эффективная. Я обожаю на Вэйдж линейку. И у меня тоже есть некоторые средства. Есть комплексный уход. Поэтому тоже рекомендую. Эти корейские пилинг-носочки я купила в магазине FixPrice. Обалденные. Прям вот реально у меня ножки помолодели. Я давно думала купить их или нет. Но когда моим ногам понадобилась помощь. И они реально помогли. Тоже советую. Если вы еще не пробовали. Ножки прям молоденькие стали. Розовенькие. Пяточки. Ступня. Классные. Короче. Классные. Классные носочки. Думаю, что использовать их можно там раз в полгода. Ну или там смотрите по своим ногам. Когда они затребуют ухода такого. Ну, классная вещь. И реально работает. Закончились дезодоранты. Гарнир особо не помогает. И вообще, как говорят, что дезодоранты аэрозольные раздражают. Лимфоузлы на подмышках. И вообще они вредные. Раньше я им отдавала предпочтение. Потом перешла на шариковые. И потом стала больше пользоваться шариками. А такие пшикательные брала чисто вот на лето. Или там по настроению, чтобы обязательно стоял. Теперь решила, что лучше все-таки буду пользоваться шариковыми. Или твердыми антиперспирантами. Ну, возможно, может на лето я снова куплю пшикательные. Но пока все-таки не хочу. И вот этот у нас шариковый дезодорант Мисс Джордани. Есть также такой аромат у Арифлейм. Парфюмированная водичка. А это у нас Эйвен Пурбланка. И могу сказать, что именно вот эта Пурбланка мне не понравилась. Потому что не справляется со своей задачей. Бывает, что не каждый дезодорант справляется. Потоотделение все равно происходит. Но вот Арифлеймские дезодоранты, если даже вдруг вы спотеете, но вы не будете пахнуть потом. От вас будет вкусно, приятно пахнуть ароматом дезодоранта. А вот этот аромат, Пурбланка, он не перекрывал запаха пота. Поэтому больше не буду покупать Эйвенские дезодоранты. Мицеллярная водичка, ягоды Годжи и овес от Арифлейм. Очень мне нравится. Два тюбика я уже использовала. Сейчас пользуюсь третьим. И буду покупать, заказывать еще бюджетный вариант недорогой. Как у такции бывает, 119 рублей. Один раз как-то вообще за 95 она мне попалась. Буду обязательно брать. Понравилось. Хорошо снимает макияж с глаз. Что я и делаю. Наношу новостный диск, прикладываю к глазу, прижимаю, снимаю макияж. И потом, позже все равно я умываюсь гелем для умывания. Не только одно мицеллярное. Вообще, как говорится, все равно нужно дополнительное очищение. После любой мицеллярки. Но однозначно рекомендую. Шампунь из линейки Love Nature. Это у нас гранат и овес. Люблю линеечку этих шампуней. Ну и вообще эту линеечку, чтобы не взять. Но, так как я больше склонна к ароматам. Первое впечатление мне дает аромат. После этого шампуня волосам было хорошо. Но вот аромат так себе. Ну, потому что гранат, в принципе, ничем не пахнет. А я люблю прям вкусненькие шампуньки, чтобы волосы пахли. Ну, в принципе, с своей задачей справляется. Очищает хорошо волосы. Но буду брать другие. Будем брать те, которые больше понравились. Это яблоко и бамбук. Также ромашка и авокадо. И многие другие. А к этому возвращаться больше не будем. В средстве серии Хайрикс в старом флакончике. Уже его перевыпустили. Оно у нас для роста волос. Вот такая вот штучка. Пшикается, как спрей. Когда я пользовалась часто, чуть ли там не каждый день. Вообще заявлено, что нужно каждый день пользоваться. Я увидела, что у меня под челкой начал расти пушок. Потом я подзабросила. Перестала пользоваться. Зря. Ну и в крайний момент поняла, что нужно добить эту баночку. Выбросить. Начала тоже пользоваться. Думаю, что если увижу в каталогах, в новом формате, обязательно нужно заказать. И пользоваться прям регулярно. Штука эта работает. Все работает, если делать так, как написано. Так, как заявлено. Но не надо ждать эффекта. Если вы делаете это редко. От любого средства не будет эффекта, если его использовать не по инструкции. Поэтому тоже рекомендую, если вам нужно увеличить густоту волос или проплешины какие-то, лысины, чтобы там начали волосы расти. Сыворотка на Ведж и коллаген. У меня уже не первый раз. Очень люблю. Нравится. Без сывороток не могу обойтись. Вот на Ведж у меня несколько раз был. Теперь я в себе взяла Оптимал с увлажняющей. Она на данный момент у меня в уходе. Витаминки. Как же без них? Заботимся о нашем здоровье, естественно. Это женские мультивитаминные минералы и детские. Имеют стандарт Джемби. Проверены мной. Разработаны в Швеции. Очень люблю их. Постоянно, каждый день принимаем. Потому что аптечные витамины вы можете только курсами. Раз в полгода, месяц пропили и забыли. Эти же витаминки нужны нам ежедневно. Суточная норма всех витаминов и минералов содержится в одной таблеточке. Крем для рук алоэ. Он такой нежный, быстро впитывается. Имеет текстуру лосьона. Нежирный крем. Я такие кремушки люблю. Очень вкусно пахнет. Такой травяной свежий аромат. Видела уже в новом каталоге. Его обязательно еще приобрету. Понравился. Рекомендую. Детская зубная паста с клубничкой. От 2 до 6 лет. Но нам 6, 7 и 8 будет. Будем ей пока пользоваться. Клубничная нам надоела. Мы сейчас взяли яблочную. Огуречный скраб. Такой он увлажняющий. Легенький. Гелевая текстура с частичками. Недорогой. Бюджетная линейка. Тоже у меня 2 раза был. Акция бывает там по 69, по 99 рублей попадается. Поэтому можно взять. Думаю, почему бы и нет. Но сейчас у меня накопилось много скрабов. Нужно их тратить. Поэтому такой пока я покупать не буду. Но возможно позже еще приобрету. На этом все. Подошли к концу мои пустые баночки. Также решила выбросить кисточку, которой не пользуюсь. Потому что заказала уже другую. Деревянненькую. Тут уже с одной стороны нету. Здесь кто-то как будто бы ее подрезал-отрезал. Выбрасываем, чтобы не занимало место. И нашла вот такой старый засохший лак. На этом все. Пустые баночки были на фоне моей новой алмазной мозаики, которую я недавно выложила. Муж у меня лев по знаку зодиака. Любит львов. Царя зверей. Поэтому мы вот выбрали такое семейство львиное. И рамочку я подобрала. Заказала на озон. Классненькая такая. На мой взгляд. Теперь осталось эту картину повесить. Пока-пока. До новых встреч. Пишите комментарии.